Сегодня рассматривается кассация на арест. То есть защита подала кассационную жалобу. Развожаю его сегодня. Я не знаю, привезут его или нет. Я пришел поддержать товарища, потому что понимаю, что он сидит за всех нас, и за меня в том числе. Я уволил судьбу пока на свободе под подпиской. Он страдает. Мы знаем, каким он издевательством подвергся, когда его похищали. Пытали. Это вообще бандитизм в 21 веке. Это чудовищно. Поэтому прийти для меня это дело принципа. Поддержать товарища. Конечно, по уму, по закону, по здравому смыслу он сидеть не должен. Ну, максимум под той же подпиской, если следствие хочет что-то там изучать. Он не опасен для общества. Он никуда скрываться не собирается. Человек женатый, у него дети. Он может абсолютно спокойно находиться дома. Поэтому, ну, какой-то шанс остается, что касация будет удовлетворена. Хотя мы знаем, как, к сожалению, наши суды штампуют такие жалобы. Отказывают, не вникая в суть. Поэтому, вот насколько я знаю, Константин Лебедев даже отказался от касации, не веря в справедливость суда, как он заявил. Ну, не знаю, это его позиция, насколько она правильно, сложно судить. Но Леонид от жалобы не отказывался, поэтому надеюсь, что все-таки суд адекватно изучит обстоятельства и, как минимум, под подпиской его отпустит. Вот. Ну, в любом случае, надо сегодня приходить, поддерживать наших товарищей. Любой из нас, я уж не про себя даже говорю, а про остальных, может оказаться на их месте. И сегодня проявлять равнодушие, как-то стоять в стороне, молчать, это просто недопустимо. Мы предаем и самих себя, и наше общее дело, и это абсолютно, мне кажется, неправильно. Сергей, как вы думаете, политическая ситуация, в какую сторону будет разворачиваться дальше ваш прогноз? Все будет зависеть, как это небанально прозвучит, от нас самих. От нашей активности и способности мобилизоваться в сложную минуту. Да, сейчас уже те настроения, которые были в декабре прошлого года, когда все выходили с белыми лентами, радостно почувствовали, что они граждане, и что можно что-то менять в России, это было прекрасное чувство. Да, за этот год многое изменилось в сознании, власть показала гражданам их место, пнула своим сапогом, кого-то посадила, кого-то запугала, да, это ужасно на самом деле. Ну, вот, это и проверка для всего общества. Или мы с этим смиримся, и тогда нас могут ждать действительно долгие годы такого повода тоталитарного существования. Или все-таки мы сейчас проявим себя, как настоящие граждане. Сплотимся, мобилизуемся, выйдем на новые акции, вот на тот же декабрьский марш миллионов. Это будет лучшая защита от дальнейших репрессий, потому что власть реагирует только на массовую активность. Я верю, я призываю, я считаю, это будет абсолютно правильно, если мы сегодня покажем силу. В декабре люди приедут в Москву, массово выйдут на улицы, потребуют прекратить репрессии, реализовать те требования, о которых мы уже целый год говорим, но нас пока демонстративно не слышат. Вот это будет правильно. И тогда, может быть, ситуация повернется в другую сторону, более конструктивную. Люди выйдут на свободу, и мы начнем какой-то диалог. Если мы не найдем в себе силы, ну, извините, и я буду за решеткой, и многие другие, и это будет печальный конец вот этой годичной истории борьбы за честные выборы, за свободу, за демократию. Но я оптимист, я все-таки верю, что мы все, наше общество сможет показать себя с лучшей стороны и не бросить товарищей один на один с следователями, со всей этой репрессивной машиной. Ситуация с Развожаевым, она с самого начала была неким символом нового качества репрессии, в том смысле, что даже безотносительно к этому похищению и пыткам, сама эта абсурдная история, сводящаяся к поискам любой ценой фальшивых якобы доказательств того, что беспорядки 6 мая, ну, которых на самом деле и не было, были организованы, были финансируемы из-за границы, то есть еще в мае без всяких оснований об этом было заявлено, и после этого следствие всячески пыталось выбить из тех, кого уже арестовало, кто проходил в качестве свидетелей, доказательства этого. Это не удалось, потому что, естественно, ничего подобного не было. И в результате вот такие фантасмагорические истории, напоминающие там тоннель от Вятки до Бомбея, или что-то такое в духе 37-го года происходит. Но и с другой стороны, ну вот насколько они готовы были пуститься во все тяжкие, я имею в виду похищения, пытки, получения явки с повинной, от которой было с самого начала понятно, что Леонид откажется, но понятно, что и следствие это понимало. И вот ему на все плевать. То есть ему нужно было показывать эту бумажку, потому что, как распространено в других уголовных делах, обычных, следствие и суд всегда скажут, что показания данные на предварительном следствии первоначально являются истинными, им она доверяет. Подставной подложный адвокат, которого не было даже при написании этой фальшивой явки, как бы гарантирует того, что они были даны надлежащим образом. А тем показаниям, которые Леонид дает теперь, которые он, несомненно, не будет давать на суде, если дело дойдет до суда, я боюсь, дойдет, следствие и суд, я думаю, заявят, что они не доверяют. То есть им нужна была просто эта формальная бумажка, для того, чтобы, не претендуя на правдоподобие, на сколько-нибудь серьезную юридическую силу, можно было вот внести в дело доказательства этой нелепой ложной связки между каким-то этим дурацким Таргамадзе и событиями 6 мая. Все это очень печально, и поэтому, собственно, я и пришел. Вопрос тот же самый, который я задавал Сергею Дальцову, тот же самый и вам. Ваше ощущение, что будет делать власть дальше? Ну, вот вне сомнения, по крайней мере, по болотному делу, делу анатомии протеста, я думаю, что принятый курс на репрессии, он будет доведен до некоего логического завершения, то есть, по крайней мере, дело до суда дойдет, конечно. Но в долговременном плане, я думаю, эта стратегия, ну, вредна для самой власти, да, она разрушает базу конформистской поддержки ее, потому что нелепо такие репрессивные, неправдоподобные совершенно версии, неправдоподобные версии действия оппозиции, они людей пугают, они пугают мировое сообщество, они повышают градус неприятия власти среди и так уже оппозиционно настроенных людей, поэтому там в какой-то среднесрочной перспективе, я думаю, какой-то баланс найдется. То есть, я не думаю, что, ну, вот эта вот вредная, опасная линия на абсолютное закручивание гаек, она будет продолжаться бесконечно. Ну, а если поочищая не будет, тем скорее это все рухнет. Как вы считаете, несут ли журналисты федеральных каналов ответственность за то, что происходит сегодня в связи с анатомией протеста 2 и так далее? Ну, моральную, конечно, несут, потому что, ну, очевидно, что это жанр полицейской провокации, а не жанр журналистики, не жанр информирования. Все это достаточно шито белыми нитками. Но все-таки, конечно, главную ответственность несут те, кто эту провокацию организовал, кто эту пленку на телевидение вбросил, кто имеет полномочия для того, чтобы арестовывать, похищать людей. На похищение не имеет никто, но кто-то делает. Это делают не журналисты. В этом смысле, конечно, главная вина на Следственном комитете, на Бастрыкине, на спецслужбах и на верховной власти Российской Федерации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!